Я всех приветствую. Большое спасибо. Сейчас все присоединяются. Здорово, что вы нашли время для того, чтобы послушать наш вебинар сегодня. Я представлюсь. Меня зовут Алла Шарко. Сегодняшний наш вебинар второй по счету. Его проводит, как и первый, и, надеюсь, третий вебинар в этой серии, проводит пресс-клуб «Беларусь» совместно с Стокгольмской школой экономики в Риге. Это совместный проект. Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что они нашли возможность помочь нам сделать все такие полезные вебинары в это непростое время. Все сегодня в состоянии утомленности из-за коронавируса, но в Беларуси ситуация с коронавирусом усугубляется социально-политической обстановкой. И действительно, нам всем очень непросто. Вот, поэтому эти вебинары нам очень-очень нужны. Сегодняшний наш вебинар посвящен психосоматике и заботе о себе. Мы надеемся услышать какие-то практические, в том числе рекомендации. Я представлю вам сегодняшних наших экспертов. Вы, кто был на первом вебинаре, уже знакомы с Тарасом Ивашенко. Тарас – врач-психотерапевт, специалист именно как раз по психосоматической медицине. И супервизор в области психодинамической психотерапии на кафедре внутренней болезни Рижского университета имени Страдиня. Официальный консультант с сайта, очень интересного. И руководитель проекта разработчик системы сенсомоторной коммуникации. В первом вебинаре мы немного поговорили об этой системе. Я думаю, сегодня разговор продолжится. И я с удовольствием также представляю вам сегодняшнего нашего второго эксперта. Это Сергей Жуков. Сергей – специалист по сенсомоторной коммуникации. Это человек, который собирает людей из разобранного состояния обратно в собранное. Я передаю вам это Асу. Пожалуйста. Отлично. Спасибо. Тогда продолжим. Сегодняшняя тема у нас – психосоматика и забота о себе. Мы разбили тему на четыре блока. Первая – это психосоматика. Чуть-чуть глубже напомнить, откуда растут корни, чтобы все это слость в основе этой заботы о себе. С чего она начинается, с чего можно начинать для себя. И отдельно разбили на два подблока. Один связан с дыханием и один с физическими упражнениями, нагрузками. И именно сделав акцент на том, как же находить что-то для себя полезное, нужное во всем том многообразии того, что есть в нашем мире на данный момент. Мы идем дальше. Небольшое напоминание того, что было в первом вебинаре. Что профилактика всегда первый шаг. Что превентивные меры всегда считались самыми эффективными. А лечение от профилактики отличается только интенсивностью. То, что восстанавливать, всегда сложнее, чем заниматься с собой до того, как. На тему советов, как я уже говорил, конкретные советы для всех не работают. Работают только основные принципы. Будем говорить, опять же, сегодня тоже про определенные принципы. Немного про советы. Потому что каждая ситуация индивидуальна. Каждый человек индивидуален. Разный возраст, разные заболевания, разная конституция, разные привычки, разный режим, разные задачи. Если все это собирать в один конгломерат, рецепты для каждого человека получатся разные. Мы на все, опять же, смотрим с точки зрения физиологии, взаимодействия с окружающей средой. И как это влияет на нас, что мы с этим можем делать. Любые нарушения физиологических законов всегда компенсируются внутренним ресурсом организма. Отдавая дополнительный комментарий про вопросы, источники и так далее, я могу сказать, что если есть конкретные вопросы, так как тема крайне обширная и большая, и раздачный материал есть и тоже будет, вы можете задавать конкретные моменты, что вас интересует, откуда что было взято, и мы впоследствии вам это скинем, источник, откуда это было взято. Конкретно. Про психосоматику сразу по самому сложному можем перейти. Здесь мы видим так называемое колесо Франца Александра. Франц Александр, отец психосоматической медицины, считается. В свое время в Чикагском университете в 60-х годах разработал концепт 7 классических святых заболеваний по психосоматике, описав это вот этой незамысловатой схемой, на которой можно видеть в основном все, как оно работает. Это одна из теорий психосоматической медицины, которая, в общем-то, с 60-х годов до сих пор не поменялась, доказала свою жизнеспособность, подтверждена масса исследований еще в 69-м году, когда Франц Александр проводил исследования на уровне биохимии, почему это работает все именно так. На данный момент все это бросло просто дополнениями с точки зрения еще более тонкой биохимии. Что мы здесь можем видеть? Что посередине у нас есть человек, который бегает к определенному кольцу эмоциональному. Как я помню с первой лекции, что у нас очень большое значение имеет именно эффект. или эмоциональная составляющая. И организм активизируется для решения своих задач в две части. Либо парасимпатическую нервную систему, которая тормозит организм, либо симпатическую нервную систему, которую активизируют для того, чтобы собраться и что-то сделать. У нас здесь есть компенсация, волевые усилия, агрессия, страх, чувство вины, зависимость, чувство неполной ценности, протест против зависимости, компенсация, опять волевые усилия, опять агрессия. И если у нас есть агрессия, то мы идем по одному кольцу, управление враждебности. Для того, чтобы нужно собраться, нужно поднять все себя давление, привести мышцы в боеготовность, накачать мышцы кровью, поэтому должен выделиться адреналин, должно произойти сужение сосудов, должно произойти компенсация для почек, для того, чтобы они продолжали работать, и у них не отбиралась кровь, должно произойти отлив крови от внутренних органов. И бегство или борьба. Если по какой-либо причине мы не можем это сделать, у нас активизируется или идет накопление, накопительный эффект, он же кумулятивный, определенных импульсов в мозгу, которые активизируют периферийную нервную систему дальше, и это приводит сначала к нарушению работе органов функциональному, а при долговременном нажимании на эту педаль у нас активизируется до соматического заболевания, которое лечится уже отдельно в комплекте врач-интернист, психосоматолог, психотерапевт. Что у нас здесь есть при активизации симпатической нервной системы? У нас есть так называемые боли напряжения головные или тензионные головные боли, связанные с тем, что из-за перенапережения мускулатуры передавливается отток крови от головы, венозный отток, растет давление у три головы, внутрикорнеальное давление, которое приводит к определенным спазмам вдоль черепа. Это приводит к специфическим головным болям, которые могут в некоторых случаях приводить до уровня мигрени. Высокое артериальное давление, может эндокринная система идти до расстройств на уровне гипертириоза. Как я уже говорил в прошлый раз, кардио, неврозов, такого диагноза у нас больше нет. Сейчас это все заменено на F45, самотоформные расстройства, артериты, обмороки, вплоть до сахарного диабета второго типа. На тот момент это было по знакомому, просто сейчас это доказано, может проявляться. Если этот круг все-таки активизируется в левую сторону, это привление зависимости от того, что я не могу за себя постоять и чувство беспомощности, у нас активизируется парасимпатическая нервная система, которая связана с нашим расслаблением, с питанием, расслаблением и сном. Если она активизируется, вот я поел, меня обнили, я чувствую себя в безопасности, у меня растет ощущение в состоянии защищенности и безопасности. Если, однако, оно по каким-то причинам не происходит, происходит подготовка меня к тому, что я должен как-то себя внутренне защитить, если я не могу бороться. И опять идет расстройство на уровне нейроэндокринной системы. Первый вариант это, конечно, цепляет желудочно-кишечный тракт, поэтому различные виды диареи, запоры по достоянию колитов. Второй момент это, что клетки 12-перстной кишки начинают вырабатывать более кислую среду и более кислый фермент, который приводит к тому, что чтобы быстрее растворить то, что есть, можно быстрее освободить весь кишечник. Но если я нахожусь в определенном спазме, и опять никуда не двигаюсь, то все это приводит к тому, что при повышенной кислотности сок попадает в желудок, и получается гастрит, которые не болят. Болят, в общем-то, они начинают тогда, когда появляются различные виды проязвы или язвы. Как правило, язвы в основном получается именно язвы с 12-перстной кишки, чисто по психосоматической модели. И потом дальше. Отдельно еще идет сюда примерно треть всех видов астмы являются тоже психосоматическими. Одна аллергенная, вторая выученная, и треть, собственно говоря, реакция у меня, так называемый тихий плач. На этой тоже есть часть исследований интересных про то, как в некоторых отдаленных уголках земного шара, когда туда попадая европейская цивилизация, и появлялись институты школ, где детей забирали семей из общины, чтобы они шли учиться, там очень резко возрастала заболеваемость бронхиальной астмой, которой раньше до этого не было. Именно это потом связали с тем, что теряется чувство защищенности, одиночества и новый формат. Если мы посмотрим дальше, то у нас идет дальше расстройство нейроэндокринной системы как таковой. Состоит из трех частей. У нас есть лимбическая система, верно-гиполимбическая, она же отвечает за эмоции. У нас есть гипоталамус, у него есть огромное количество функций под оценки, сытый я или нет, температура тела и так далее. Гипофиз на почечнике, вот эта линейка, нейроэндокринная линейка взаимодействия элементов нашего тела. Если в этой линейке, или так называемой оси ХПА, происходит дисфункция, что-то идет не так, не так переходит, рецепторы воспринимают сигналы неточно по определенным причинам, или неправильно выделяется медиатор, у нас происходит дисфункция или расстройство работы конкретного органа или системы органов, в зависимости от того, что происходит. К примеру, появляется наш знаменитый диагноз ВСД, вегдосудистая дистония, которая сейчас разобрана на кучу других диагнозов. Аффективные расстройства разного спектра, потому что эмоциональный дисбаланс, как правило, тоже связан с нейроэндокринной системой. Как я и показывал в прошлый раз, есть огромная линейка взаимодействий гормонов между собой, и в том числе, если не хватает кортизола, то кортизол начинает синтезироваться с тестостероном или эстрогеном. В общем-то, это основа того, что с нами происходит, как я реагирую на стресс, который приходит ко мне из внешней среды. И тоже есть статистика, что на 10 соматических расстройств примерно 5 людей будут жаловаться только на физическую составляющую, 2 будут жаловаться на то, что у них есть депрессивная симптоматика, и 3 на то, что у них есть тревожная симптоматика. Получается, что примерно 50% людей являются психосоматическими. У них есть психосоматические расстройства. Если мы смотрим с точки зрения семейного врача, то у нас получается 80% пациентов, которые приходят с различными жалобами, с забольничным расстройством органов, при наличии даже хронических заболеваний, у них на самом деле источник именно психосоматический. И часть жалоб, она корригируется при помощи тех же самых методов заботы о себе, про которые мы сегодня будем говорить дальше. Так, что мы можем видеть про патогенез того, что происходит, или, собственно говоря, как это работает. У нас есть аффект, считается он всегда первичен, эмоция, схема достаточно старая, эмоция, мысль, действие, и раньше считалось, что быстрее, мысль, эмоция, эмоция, мысль. Этот спор, он, в общем-то, про то, кто был первее, дейцо или курицу. Сейчас, с точки зрения нейрофизиологии, доказано, что первичен всегда аффект, и, в общем-то, идея о том, что у нас вообще есть свобода воли, или о том, что мы очень осознанно принимаем решение, на самом деле, это неправда. Мы принимаем решение эмоционально, а потом наш кортекс, он подтягивает принятое уже решение к тому, что нам кажется наиболее рациональным с точки зрения. Поэтому сначала есть аффект, потом есть субъективная оценка того, что происходит, мозг как-то оценивает, есть когнитивная оценка, я даю этому оценку, активация центральной нервной системы, периферийная нервная система, парасимпатическая или симпатическая, они активизируют наши гормоны, у нас происходит иммунологическая реакция, после этого происходит моторная реакция на уровне движения и уже происходит уже экспрессивная реакция, где мы управляемся в виде жестов, выражения лица, уровня языка, речи и так далее. С нашей точки зрения это все происходит почти мгновенно, на самом деле, разница с точки зрения организма есть, потому что потом опять субъективная оценка, когнитивная оценка и так далее, потому что на самом деле сначала реагирует тело, потом это осознает. Один из вопросов, который был заявлен, на каком этапе не поздно повернуть к здоровью. Здесь, как вот уже говорил Роджерс, если вы, и не только он, если вы внезапно очтились в яме, первое, что надо сделать, это перестать копать. Никогда не поздно повернуть к здоровью. Вопрос в том, какой уровень, сколько времени займет восстановление. Потому что если мы смотрим с точки зрения психосоматической медицины, если симптом развивался 5-7 лет, то лечиться он будет где-то в 2 раза меньше. Если симптом длится 10 лет, то льву лечение займет 5 лет. Есть процессы, которые позволяют сделать это еще быстрее и сократить до 3-4-2 лет. И, как говорится, все в ваших руках. Есть ограничивающие факторы, когда если есть уже соматическое заболевание или тяжелое заболевание, как, допустим, артрит, который ушел очень сильно далеко вперед, он уже поразил, уже произошли органические изменения или органические изменения в мозгу. К сожалению, повернуть назад до конца нельзя, можно только адаптироваться или уменьшить падение вниз или увеличить качество жизни. Если человек дошел до того, что у него повреждена часть мозга, которая отвечает за способность обучаться анализировать информацию, это орбитов фронтальный кортекс, то, к сожалению, вот здесь психотерапия уже будет не сильно. И это тоже одно из исследований за последние лет 15. Но в целом сделать можно очень много. если мы идем дальше, то один из важных компонентов это боль. И тело через боль привлекает внимание. На самом деле, если у вас что-то болит, это не означает, что вы заболели, и это очень плохо. Это означает, что на это нужно обратить внимание до того, как это станет чем-то патологичным. Ну и как часто водится, мы часто обращаем внимание на тело только тогда, когда оно уже мешает жить тем образом жизни, который ведется и который мы вели до этого. Ну и все проблемы из-за проблем десинхронизации с природой. Если мы приходим к понятию ритма, что значит свой ритм? Есть возможность вопросов, что значит свой ритм? Вопрос, конечно, интересный. Но свой ритм это тот ритм, который ты свой ритм чего? во-первых, движение. Если ритм движения, это тот ритм движения, который ты себя ощущаешь. То есть причина такого ритма может быть твое внутреннее состояние. То есть ты можешь двигаться быстрее, медленнее, плавнее. Все зависит от того, как ты себя чувствуешь на данный момент. Поэтому понятие своего ритма это процесс целый. В течение дня он может меняться, в течение месяца он может поменяться. Поэтому свой ритм это такая величина весьма переменчивая. Вопрос как его ощутить, как его найти, чтобы этим механизмом можно пользоваться. Ну, мы рассматривали два момента. Первый, что это вдох-выдох, поэтому сегодня часть мы посвятили именно дыханию. А второе, что должна быть именно фаза расслабления и расширения или напряжения и сжатия. Потому что за счет этого наше тело живет по таким определенным принципам. Тело сжимается и расслабляется. Сердце сжимается, расслабляется. Легкие распрямляются. Мы вдыхаем, сжимаются, мы выдыхаем. Глаза открываются, закрываются. Суставы закрываются, открываются. Мускулатура напрягается, расслабляется. Переставчика кишечников. Весь организм на самом деле подвержен определенному ритму. Вопрос какие мы ощущаем и какие можем контролировать. Вопрос еще такое насколько эти ритмы сбалансированы. То есть если функционирует нормально. Если эти ритмы нарушены, вдох не может быть больше, чем выдох, и наоборот, тогда с человеком происходят проблемы, если фазы эти нарушены. Это да. Ну и здесь тоже работает такой принцип, что попытки себя ощутить, а сейчас мы до этого дойдем, как, у нас появляется желание что-то сделать, когда нужно что-то реально делать, желание, оно как-то признанно сдувается, потому что нужно делать что-то другое, да, с нашей точки зрения более приоритетно на данный момент. В итоге мы опять игнорируем потребности нашего тела. Несколько законов, по которым работает поиск своего ритма, да, день это день, и ночь это ночь, да, все работает по принципу того, что если вы соблюдаете определенные законы, то вы что-то от этого получаете, например, ночью спать, днем бодрствовать, да, после выдоха должен идти вдох, и наоборот, после вдоха обязательно должен идти выдох, потому что если вы начинаете с этим бороться против так называемого течения, ну, будет происходить, вы будете нести потери, да, так называемый поток. Если вы в потоке, мы получаем, то есть я сплю, ем, да, у меня есть собственный режим. Если я его нарушаю осознанно, там, ночью не сплю регулярно, да, если нет, то я буду терять, потому что какое-то время я буду ехать на ресурсах своего организма, ресурсы организма, какими большими они не были, они всегда конечны, да. Ну, вот эта жизнь взаймы, да, очень часто идет. Очень важно выйти из так называемой диктатуры шума, потому что диктатура шума, шума — это целый концепт, который все время родился, на тему того, что когда у меня, я постоянно бомбардирую, огромное количество импульсов, на которые должен отвлекаться, телефон, кто-то что-то сказал, шум на улице, зашел в супермаркет, там музыка, где-то еще что-то, телевизор, прочитал газету, о, кстати, еще здесь что-то написано, да. Я не могу нормально на чем-то сосредоточиться и начать что-то вообще делать нормально, да, во-первых, я все время отвлекаюсь. Второй момент, то, что я не могу обратить внимание в себя и заслушаться к себе, потому что меня все время выдирают из этого состояния импульс раздражителей снаружи. Поэтому на многим нужно встание тишины, чтобы, ну, отключиться и вообще побыть. На самом день и ночь нужно еще добавить, что имеется под, разливается под словом день и ночь, это освещенность. То есть днем светло, а ночь темно. Соответственно, если вы, у вас ночью везде горит свет, то это уже не ночь. И организм работает по-другому. Раз. И второй момент, как-то на тему того же мелатонина. Была идея, что можно синтетическим мелатонином как-то укрепить свою систему. Сейчас вообще говорят про то, что синтетический мелатонин, он не настолько хорош, как естественный, и нет ничего более естественного, чем то, что выработал именно ваш организм лично для вас. Часть просто не воспринимается, к сожалению. Как и, в общем-то, нам нужно добирать витаминные питательные вещества из окружающей среды. Но так как у нас пищевая индустрия и спортивная индустрия построена определенным образом, мы не можем взять больше, чем может взять наш организм на данный период времени. Поэтому 80% оно уходит в никуда. Вот и съели, кишечник это все пропустил, но не смог всосать, и это все уходит прочь. А всасывается не так много, поэтому процессы гипервитаминоза, которые когда-то были известны, они сейчас встречаются сильно-сильно-сильно реже. Еще можно отметить, что при потреблении витаминов, если вы двигаетесь, то они усваиваются организмом гораздо лучше, в статическом положении. Чем просто так. Всегда стоит обратить внимание на дыхание, потому что про это мы тоже еще будем говорить, дыхание это зеркало того, что с вами происходит на данный момент. ну и закон, если не искать свой ритм, то его никогда не найти. Это тоже естественный момент. То есть мы знаем какие-то вещи, мы помним, мы их не делаем. И за счет того, что мы их не делаем, автоматически не можем получить те прекрасные вещи, которые нам они дают. Вспомним утреннюю зарядку. Здесь мы приходим к прекрасному моменту прокрастинации, откладывания, о котором мы говорили. Вот круг прокрастинации. Ничего не делаю, делаю мало, откладываю, упрекаю себя, что вот это сделай, это не сделал. Начинаю сомневаться в себе, могу ли я, хочу ли я, кто я. Растет ощущение беспомощности. В этом состоянии ощущения беспомощности я еще дальше ничего не делаю. В итоге это такое вот яма, которая меня отгораживает от моей жизни наполненный смыслом, где я прекрасно живу 24-7 и каждый час моей жизни наполнен смыслом. На самом деле то, что мы сейчас знаем про прокрастинацию, это то, что опять не совсем про лень, не совсем про откладывание, а про эмоциональный дисбаланс, потому что организм не знает, куда именно нужно направлять свой ресурс для решения задач. И для того, чтобы мы более эффективно как-то решить, он некоторые вещи просто откладывает на попозже, оставляя место для наиболее с его точки зрения актуальных, которые могут быть весьма далеки от нашей точки зрения, с учетом того, что мы социальные существа, мы живем в собственном. Здесь мы видим тоже картину, которая была с прошлой презентации про компенсаторы и использование. Как мы помним, делили мы на полезные, не очень полезные, что не очень полезные, как вот кофе, алкоголь, сигареты, какие-то психостимуляторы, мы можем использовать и мы их используем повсеместно в жизни, их нельзя использовать выше определенного времени, тогда они начинают наносить вред. Курение имеет свои последствия, кофе через какое-то время нами не воспринимается, алкоголь приводит к алкоголизму, психостимулятор рано или поздно приводит к зависимости или к резкому понижению нашей работоспособности, когда мы от них отказываемся. Здоровое требует гораздо больше времени и уважения, здоровое питание, спорт, обнимашки, семья, друзья, способность путешествовать. И мы это опять же понимаем, вопрос, насколько мы выделяем туда на самом деле наше время, сколько вообще на самом деле происходит. И как регулярно. Здесь мы плавно переходим к моменту, как обращать внимание на себя любимым. Ответ простой. Самое простое, на что можем обращать внимание, с учетом того, как мы помним, есть биопсихо-социальная модель, есть отражение меня в социуме, есть отражение мое эмоциональное, есть тело, биологический аспект. Самое простое, это начать обращать внимание на себя через тело. Не в статике, потому что в статике это делать тяжело, хотя тоже, возможно, в динамике то есть движение движение всегда легче стандартная рекомендация физиотерапевтом это например что-то делать перед зеркалом ты сам себе видишь что ты делаешь замещали замещаешь ли одно движение другим вообще-то как бы начинаешь видеть со стороны что людям помогает есть один нюанс во всем этом деле что во первых люди не очень хорошо себя чувствует совещание тела не видит и все амплитуду своих движений которые у них есть очень многие себя в полный рост вообще видят первый раз кабинете физиотерапевта или в лечебном кабинете и сам главный момент многим не нравится на себя смотреть в зеркале одна из причин почему в некоторых спортзал беговые дорожки на положенную и напротив зеркала бог находится за что будем себя не смотреть как говорится многие так знают как они выглядят ну если мы обращаем на себя в ниже на себя внимание в движении то мы можем увидеть где наше тело застревает где движение застревает где она не пропускает и где есть то что либо проблема либо задача которую мы вам необходимо решать дальше комментировать что статические формы они как раз и есть особенность такая что человек уже не чувствует скажем если взять позвоночник не чувствует места где не проходит движение поэтому статической форме очень сложно увидеть где находится это место и тем более с ним каким-то образом трудиться в динамике эти места становятся очевидными но элементарно а может боль указать там не проходит движение какие-то болевые ощущения какие-то зажатости статической форме я уже так нахожусь сижу и вроде бы я ничего не чувствую начинает двигаться начинает вырезать полная картина что есть я представляю и эти же при понимании как это все происходит при понимании самого процесса можно эти же можно же эти же элементы которые являются тестом эти же элементы можно использовать как решение задачи то есть этими же элементами движения можно восстановить эту проводимость в теле которая была нарушена очень важна практика самонаблюдение в движении мы учимся видеть где в нашем теле нарушается проточность и восстанавливать его через движение по большому счету вот обращать внимание на свое тело это перечередно первоочередная задача современного человека мы начинаем свое тело наказывать мы вот мы когда у нас у полной энергии когда мы выспались когда ее через край когда мотивируешь это что-то сделать и мы когда у нас не хватает энергии встать с кровати мы себя пытаемся продопинговать чашкой кофе с утра заставить что-то делать дальше на самом деле это нездоровый образ жизни мы себя постоянно истощаем истощаем пытаемся подрядиться за ночь потом истощаем еще раз через какое-то время с принимаем что это норма это так вот так жить полу кислом станет норм это не норма и у вас у каждого есть состояние и воспоминания состоянии когда вам было очень классно хорошо и вы были заряжены очень-очень-очень в таком в тонусе на это сцене в котором можете говорить и что-то делать если как раз тоже что физические нагрузки которые нам нужны для поддержания себя это не торжество того что может мое тело не наказание за съеденное как очень часто воспринимается что спортзал это вот можно пойти себя наказать спортзалом за что-то хотя очень часто это как бы именно найти себя наградить за то что я могу подвигаться наше тело создано для движения как выбрать от себя нагрузку умеренно здесь вот первый этап это понять что значит умеренная нагрузка умеренная нагрузка очень много разговоров до проект умеренную нагрузку что же такое скажем чтобы понять какая нагрузка тебе подходит это 5 необходимо самонаблюдение такое или уровень какого-то самонаблюдения то есть знать свою вот эту дозу то есть насколько тебе человек должен заканчивать на плюсе тогда это будет умеренная нагрузка человек должен выходить после нагрузки с ощущением наполненности когда можно ее можно останавливать это обычно происходит как минимум 30 минут максимум которые вот с чем сталкиваться это час час интенсивной ходьбы скажем самая самая простая нагрузка которым используем каждый день так естественно осталось которое естественно из нашего образа жизни социального это ходьба вот и принципе мы рекомендуем начинать с нее наверное ей заканчивать понятие умельное понятие умельное нагрузки которые нагрузка который несет усталость несет наполнение и бодрость скажем так удовлетворенность от действия скажем так можно делать каждый день не утомляясь все могут ходить 30 минут в день как минимум и это осознанное движение здесь очень важно что такое время экспериментов так называем как мы уже упоминали я упоминал что когда стали замерять умные часы смотреть сколько из них вообще сколько сколько мы ходим сколько не показывают часто люди которые отмечали что мне достаточно физическая активность течение дня субъективно оказалось что некоторые ходят меньше 300 метров день если замерить сколько я хожу каждый день не просто вот брать мобильник потрахивать как делают некоторые дети читеры в школе то что показать что я ходил потому что он же ходит в этот момент движение а вот замерить и посмотреть сколько я прошел за 30 минут и потом посмотреть сколько находил по лестницам из кабинета в кабинет а потом можно как правило ужаснуться тому насколько мало вообще на самом деле уделяю времени себе и своему телу насчет того что фокус внимания висит далеко мы не смотрим на свое тело мы его не чувствуем это например про насчет ощущения мишневого тела приводится вы стоите у окна все что за позади вас это ваше тело то есть вы не видите что там находится чтобы увидеть свое тело и заглянуть внутрь себя что у вас вообще там творится просто отойти от окна или отходить от окна периодически смотреть что у вас происходит в доме в комнате внутри эгоический пример приводим то есть периодически необходимо отходить от окна на так и есть вот второй момент начать с простого и смотреть что приз что подходит что не подходит именно вам нравится не нравится второй важный критерий после упражнений после нагрузки вам должно быть хорошо это очень важный фактор потому что многие приходят они прям еще не что должны убить вообще спортзале что если ты не выпуск и спортзал значит эпоха позанималась быстро это медленно но регулярно это сейчас тоже бы ну вопрос где искать самый момент где можем искать нагрузку самом деле под нагрузку подходит любая деятельность садоводство бег уборка квартиры прекрасно прекрасно физическая нагрузка может быть приготовление еды покупка вещи магазине отдельно танцы любые виды активности и спортивных направлений которые подходят лично вам который вам нравится тренажерный зал фитнес youtube можете посмотреть посмотреть что он визуального сообщил привлекать на тему медленно на регулярно шаг за шагом из такое понятие вот искусство маленьких шагов которая когда-то говорим там до сент-экзюпери что шаг за шагом мы приходим к цели делаем большой путь прыгнуть сразу на вершу на горы не всех получается если мы это делаем постоянно процессе будет вид какой путь вообще пройден и будем собой гордиться который момент что нужно делать то что вам нравится согласно исследованиям вообще все равно чем занимаешься до бегаешь ходишь танцуешь занимаешься велосипедом игры с детьми пилатес или и залог успеха и систематических нагрузок вам должно нравиться если вы от этого получаете удовольствие у вас уже выделяется определенная эндорфина у вас уже уменьшается ощущение боли уже чувствуете себя лучше ваше тело уже снимает часть нагрузки по трону схватила где-то другом месте нам становится легче дышать наш здесь можно сказать то что лекарство от яда отличается дозой всегда чтобы даже на любимых на любимых занятиях чтобы не убивать не убивать эту оскомину что тело устает даже то есть это вот ощущение ощущение удовольствия и радости это основной критерий чтобы не навредить себе по поводу спортзала здесь наши рекомендации таковы что лучше начинать стоян с тех движений стоя нагрузки которые вы делаете каждый день выходите мы рекомендуем сейчас ходьбы потому что это самый простой способ запустить себе организм без откатов посходили в зал там по первой тренировку попробовали на другой день вы не встали до вас болит все выпад зато хорошо почувствовали тело да теперь она у вас есть да но у тела есть тоже обратное ощущение когда вы соберетесь залом не захочется туда идти поэтому первый момент включения вообще я бы рекомендовал бы начать с ходьбы взять привычку спокойно течение там 40-30 минут то есть у кого какие ощущения просто бывает даже некоторых случаях людей особенно у кого травмы какие-то есть или были травмы даже начать ходить уже больно вот этой боли надо прикасаться очень мягкой и начать так проще всего потому что где начинает и бросают начинают и бросают это такой дорог дорога очень длинный путь таскать когда при когда уже доходит ощущение это совсем крайне когда появляется мотивация за черт невзирая на что начинает берет и делает можно это обойти начинать с простых вещей шага с 30-40 минут с близкими с детьми начать движение такое дальше уже соответствии со своими наклонностями кого на танцы наклонностями интересами потребностями и так далее про тело и движение физиологически и анатомически наше тело предназначено для движения есть наука кинезиофилия любовь к движениям удовольствия которые человек получает ощущение своего тела и то вообще что допустим постулируется в физиотерапии в развитии социальной адаптации людей после травм это вернуть радость движения на патологический патент это нормально естественно что на самом деле мы все очень плохо ощущаем если вы помните пример ощущаете ли вы сейчас под собой стул все таки да ощущали его пять минут назад может быть или нет это как раз про то что мы мало уделяем внимание телу если она создана то чтобы двигаться и как мы уже говорили движение это диагностика профилактика и лечение в одном флаконе здесь для того чтобы понять как вообще работает наше тело и поскольку она вообще компенсируется поскольку классный инструмент есть одно из направлений танцы и по нему мы можем видеть что эта система натяжения есть миофасциальная структура есть кости кости между собой соединены лигаментами или связками поверх это мужчины каркас который обычно тренируются в спорте различных направлениях для укрепления позвоночника но в любом случае это все сделано в рамках компенсации движения и здесь я попрошу включить видео when you use your body in accordance with the principles of tensegrity your movements will become more integrated fluid dynamic balanced graceful and poised most of us however use our bodies as though we were built like houses with one thing stacked on top of another even though your spine looks like an architectural column its behavior is anything but rather the spine is a tensegral structure built from bone muscle fascia and fluids the alexander technique teaches us how to get out of the way of our own tensegrity which in turn allows for the proper supporting movements that guarantee your safety comfort and well-being how you think is how your body moves so think tensegrity нагрузка часто нами воспринимается как нечто тяжелое и неподъемное это не совсем так это тоже наша привычка так думать и в том числе здесь огромную роль играет тот формат который в свое время задался лозунгом no pain no gain когда не не испытываешь боль значит ничего не растешь то что в спортзале активным образом идет и один из причин как нам все время объяснялось почему делается несколько подходов потому что организм внезапно очень резко устает а почему он устает потому что вот это ощущение усталости которая развивается в организме она является следствием того что он делает нечто ему абсолютно не интересно и внутренний диалог его можно представить примерно таким образом что приходите начинаете поднимать гантели понимаете гантели организм начинает интересоваться очень так это связано с размножением нет хорошо ты добываешь еду нет мы сейчас поедим да нет ясно ты выживаешь нет ты готовишься защищаться нет значит и просто теряешь энергии ты устал брось гантели поэтому перерыв 30 секунд том числе там физиологические процессы биохимические связаны с молочной кислотой обмен на веществ смена фокуса внимания и опять могу сделать больше чем было до этого потом опять чувство усталость я должен отдохнуть и опять через определенный гипер нагрузку происходит надрыв мышечных волок она не начинают расти но в том или ином случае это воспринимается как труд большой который нужно делать пойти в спортзал это квест для современного человека для того чтобы собрать это не просто рижетал это собрать сумку на подготовиться выделить на это время прийти домой взять сумку подумать хочу ли сейчас куда-то идти или мне нужно что-то другое делать вообще сейчас или да у меня абонемент на каждый день в месяц завтра схожу сегодня вот такой классный день сериалов семья собака провести время написать статью 1555 миллионов вещей которые нужно сделать вчера и желать на сегодня отложу иногда мы все-таки можем это сделать мы ходим чувствуем себя лучше на регулярной основе ходит спортзал это большой неподъемный крест принципе и один из источников дохода для спортзалов так как раз люди покупающие абонемент которые туда и ходят второй момент это наше желание все сразу успеть на поэтому вспоминаем что быстро это медленно регулярно один поход может обернуться обострениями отбить все желание когда либо переступать по рукзал навсегда хронические заболевания обычно 40 плюс нас меняется метаболизм поэтому мужчина может появляться животик в том числе а также желание все успеть сразу то есть я пришел понимаю что нужно сделать условно говоря классические 10000 повторений поднять штангу чтобы почувствовать себя лучше думаю сколько я успею сделать за этот раз 10 это сколько десять тысячу раз ходить в спортзал не давай сразу сделаю 200 ну за раз я успею сходить все сделать чему это приводит все сводится к тому что нагрузку необходимо делать как как часть жизни они вот там 3 3 3 3 раза хожу а потом 2 недели болею восстанавливать пока не пройдут мышцы пока вообще не смогу встать на кровать все складывались этим начинали заниматься спортом или велосипедом первый раз там прокатились там как здорово потом ходим на прямых ногах по лестнице вот эти углы сводятся к тому что вообще нагрузка должна быть как неотъемлемая можно назвать ее гигиена что ли так бы сказал бы физическая гигиена физическая гигиена которая поддерживает качество жизни высокая потому что все равно вы туда посмотрите есть вариант посмотреть это самому регулярно или когда где-то в этом механизме что-то нарушится это как смотреть до профилактически или смотри тогда когда машина уже не ездит здесь если вспоминать опять же момент с садом за которым нужно ухаживать или смотрим на организм более механически как на машину которым игнорируем сигналы будут примерно тоже за лампочка загорелась у вас масло можно ее заглушить таблетка или сборившего даруши и периодически до ночи с какое-то время сердце сталкиваться техники знают что нужно будет поменять мотор или машина следующий момент это страх движения что очень часто из-за диагнозов которых людям поставили из рентгенов после травм люди начинают жить с уверенностью что какие-то движения запрещены или обязательно навлекут беду поэтому поворачиваться нельзя наклоняться в сторону нельзя вперед нельзя выгибаться только не надо меня трогать да и в итоге происходит как бы закрепощение части движения тело фиксируется потому что тело все тело ваш друг она всегда пытается вам помочь выполнять те задачи которые вы себе ставить не двигаться хорошо не буду двигать на это перечет собой внутреннюю компенсацию если вспомнить его систему сыгрете перед перетяжки интернет канал все внутри отстабилизируется бывает что чек от абсолютно прямой на если начать его смотреть и щупа то позвоночник там вот такой абсолютно изогнуты только за счет перетяжек мускулатур и фасции как бы он держится вот в такой форме и один из постулатов нет запрещенных движений кроме как случаев опять же крут общих советов здесь нет если нет каких-то эндопротезов если от каких-то определенных реальных интер индикации это на определенный период времени правило про контроль здесь очень важный момент про понятие пассива актива то как я уже говорил в самом начале очень много человек может сделать для себя сам пассивные методы не дают человеку ощущение что он может как-то влиять на ситуацию что-то улучшить возникает резонный вопрос что такое пассивные методы пассивные методы это массаж мануальной терапии любые процедуры все те прекрасные способы улучшения своего состояния для которых самому не нужно предпринимать никаких действий почему потому что они временны они нам помогают но большинство людей не может ходить на массаж каждый день дважды в день или то чтобы себя раскручивать из-за того спазмов которые у нас возникают из-за реакции с окружающим миром активный метод это про образ жизни про наши привычки про питание про понимание того что со мной происходит про понимание того что я могу сделать сам чтобы спать лучше чтобы уменьшить боль моя личная физическая нагрузка мое общение с моим кругом который для себя выбираю сам мои занятия увлечения которые мне в радость это то что я делаю исходя из этого что создает образ жизни не появляется контроль над собой и своими движениями ну и здесь такой важный момент что изменение образа жизни не пользуется в нашем обществе популярностью определенную причину потому что требует времени я помню у меня был замечательный опыт когда я попала на дебаты в клинике регенсбурга где две ассоциации врачей пытались найти между собой общую грань взаимодействия это были косметические хирурги и врачи психосоматологи и отдельно был вопрос то что делать с людьми у которых лишний вес большая конференция где бы обсуждение того что психосоматологи выходили говорили нужно человека научить меньше кушать кушать более правильно регулярно физические нагрузки и через полгода год вот будет результат ходили хирурги говорят полгода год это хорошо а он через три месяца после нашей операции уже будет вот такой как он и хотел и с ним уже будет в порядке ничего делать даже не надо потом опять выходят психосоматологи да видели мы у ваших пациентов они через полгода опять вот такие да и через какой-то там постоянный спор друг с другом то что лучше хождение с палками продлевает жизнь на 20 минут а палки хождение занимает 30 тогда смысл ходить на кто живет дольше непонятно и даже были исследования что ордическая ходьба она не продлевает уровень жизни что те кто ходит не ходят живут одинаково единственная разница вообще на самом деле у них качество жизни раз как уже говорилось это важно остановить хомяка внутри головы и пауза и дойти до тишины определенно чтобы посмотреть внутрь себя что со мной происходит вообще этого хомяка внутри себя увидит вот этот цикл она потому что тревожность которая нас очень постоянно мучает изнутри это нахождение меня либо в будущем либо в прошлом но не в моменте поэтому переходим к рекомендациям темы самое простое эта ходьба как уже говорилось есть плюсы ходьбы по ровной поверхности по неровной поверхности ходьба босиком у нас вот вот и есть так называемый басу кайстаком или ходьба пасыми ногами есть вот такие тропинки с различного рода поверхности которым нас влияют и они непрямые если добавить здесь здесь опять поверхность определяет увеличение тела в движении то есть более гладкие поверхности если мы ходим скажем по асфальту это скажем монотонно работает определенный 1 к 1 каркас напряженности если мы хотим по пересеченной леса местности у нас больше мускул внутренних работают которые больше увлекают организма в движении поэтому здесь опять каждому есть возможность выбрать что на данный момент он подходит кому-то начальном этапе может подойти просто ходьба по ровной поверхности дальше уже по желанию по лесу скажем здесь по этим тропинкам это стимуляция стопы стоп ног которые на стопах есть проекция всего организма тащи стопы можно стимулировать весь организм давать толчок такое не решить сразу все через это отдавать толчок движениях чтобы движение приносило это внутреннюю тату радости это как тоже основной это ощущение себя потому что самая простая ходьба бесплатно массаж представительных зон с точки зрения западной медицины это не совсем прямо вот так с точки зрения восточной медицины этого сто процентов прямо вот так и работы и корейской и традиционной китайской медицины на это смотрит если мы ходим без обуви до которая фиксирует лодыжку примера мы больше внимания уделяем тому как мы на как мы двигаемся в пространстве также это влияет на восстановление внутренних структур плюс опять же хождение по ровной неровной поверхности один момент когда мы идем по асфальту течем по асфальту рекой или по беговой дорожке в зале или когда мы двигаемся по природной поверхности холмы корни коряги песок где наше тело должно увлекаться для компенсации динамики движения больше и мы постоянно тренируем все вот все тело все связки огромный кусок мускулатуры почти вся мускулатура работает процессе бегать вопрос конечно как вы бегаете если переходим к формату дыхания и можем на секундочку остановиться посмотреть какие у нас есть вопросы у нас есть несколько вопросов первый из них как узнать что какие-то функции мозга повреждены стоит ли делать мрт или есть способы подешевле но есть два во-первых действительно это мрт и дешевле ничего не будет что-то можно пытаться узнать на электроэнциклограмме на электроэнциклограмме если не посмотреть у нас электроэнциклограмму в основном используют для диагностики есть эпилепсия нет или насколько активизирован мозг но есть исследования в которые показывают достаточно много от зон насколько они увеличены насколько не синхронизированы есть нет какие-то определенные очаги повреждения где именно можно ли диагностировать депрессивное состояние или там синдром дефицита внимания эти как бы тоже есть вопрос кто смотрит кто как описывает какой профиль невролог ритм привычка как выйти из шума как выйти из шума это ваш навык находиться в месте где вас никто не отвлекает поэтому людям очень нравится ходить на море где есть определенный фон гулять в лесу закрываться в комнате где тихо уходить из детского сада где дети орут куда-нибудь я могу посидеть в тишине или как вот тогда можно было поставить картинку где мама семерых детей приходят на кушетку психоаналитику один час в день поспать но это ритм привычка есть полезные привычки не очень полезные привычки если эти кривые если этот ритм вас беспокоит он превышает вашу вашу зону комфорта значит значит этот ритм привычки он негативно с ним с ним надо его надо менять если же нет тогда наоборот приносит пользу скажем та же ходьба определенного ритм и скорости тогда это набор полезная привычка не можно стимулировать здесь по поводу тишину момент как привычки когда где берут машине с музыкой и человек не может находиться в комнате помещение должен быть включен радио привычка этого шума можно сводить эти есть неестественное скажем воздействие на восприятие человека посводить их для начала к минимуму тишины полной внутри как как покоя такое внутреннее умиротворение вы сразу не получите потому что очень много накопления на нервной системе вот этого фона и он должен отыграть поэтому начать убирать как 30 давление вы убрали давление снаружи до прорывается давление изнутри только эти вещи уравняется тогда обретете это состояние такое умиротворение но это опять практика тот момент на это не решит что учет идет допустим тренироваться тоже одевает музыку да как этот ритм волей-неволей через какое-то время он садится в этот ритм музыки с одной стороны помогает до какого-то момента с другой стороны он потом начинает навязывать свой вот этот ритм то есть у человека даже та ходьба которая здесь написали ходить скучно можно ходить не скучно есть целая куча упражнений которые но и вы не накопите перенапряженность через какое-то время при определенной физической нагрузке с вами берутся как каркас будете гири тягать структура начнет меняться ходьба на самом деле имелся и такой стартап вообще для чего до какого-то движения регулярно дальше уже можно начинать с этого это очень просто дальше все зависит ощущение надо тем более что на дело ходить до можно гулять можно тоже по-разному гулять боку гулять задом наперед если есть такая возможность аккуратно рассматривая что сзади находится идти вперед посмотреть какой части тела я иду вперед про цикл про круг люблю ходить и ходите бегать гулять и это помогает скидывать напряжение раньше могу гулял пешком по лесу бегал сейчас все это тоже люблю но не могу история зацикливается не могу так как плохо спала болит голова нет сил как разорвать порочный круг весь работает такой интересный момент что наше настроение на данный момент это эмоциональный спектр как мы помним влияет на наш кпд или коэффициент полезного действия на за определенный период времени настроение также влияет на мысли которые у меня есть на мои действия и действия влияет на мой социальное окружение как мы помним любое социальное взаимодействие может вызывать провоспалительные реакции в том числе до состояния депрессивного можно довести действия социальные взаимодействия мысли влияют на моё настроение обратно если я работаю в минусе определенно то есть у меня плохое настроение я ничего не делаю и ни с кем не общаюсь то она будет постепенно ухудшаться и мой кпд будет постоянно уменьшаться если я закручу эту спираль в другую сторону буду находить какие-то позитивные вещи могу больше двигаться у меня будет больше социального взаимодействия которым мне приятно это будет влиять на мой кпд за короткий период времени поэтому оказавшись ситуации что вы находитесь в такой спирали которая уходит вниз потому что если у вас болит голова очень хороший вопрос почему на плохой сон потому что не могу нормально расслабиться нет сил потому что нормально не выспался это происходит за дня в день на самом деле вы постоянно спадаете по этой спирали вниз и вы не двигаетесь если один из одной ваша палочка выручалочка это движение не вы от него отказываете вам будет становиться только хуже есть выход один несмотря на вот это состояние выйти но не бегать возможно для того чтобы является превозмоганием пойти прогуляться определенным образом вот в свои свои скорости на данный момент сказать это будет скорость уливки но шаг за шагом вы будете синхронизироваться сами собой уделить внимание себе подышите сейчас поговорим про дыхание и в этот момент когда я дышу снаружи другая насыщенность кислородом свежий воздух и опять нахожусь движение я напрягаю игры напрягают диафрагму я расслабляю снимаю нагрузку сердца меня выравнивается работа внутренних органов я таким образом делаю такой как брезет или и внутреннюю перезагрузку и за полчаса ходьбы туда-обратно я вот это состояние которыми никуда не пускает она меня перезагружать я могу чувствовать себя лучше как пример это люди которые кислом совершенно таком сжатом неприятном стане вечером дохода спортзала потеют идут небольшую сауну выходят и чувствую такое ощущение свежести и легкости можно можно простимулировать ходьбу как паттерн положительные то есть найдите хорошую компанию себе то есть и тогда невзирая ни на что вам будет через какое-то время просто хотеться идти встречаться с этими людьми общаться сходить вместе зал почему легче компания хорошая это такой как бы стимул такой есть для совместного какого-то действия одному не стартануть тяжело хорошая компания давай вместе да и все ощущение выходит на первый план а тело уже подтянется уже сзади как паровоз то есть это тоже один из способов как начать что-то делать это компанию хорошую найти это очень большое подспорье будет приборы есть вот программы прибора которые выделяют уровень шума это различные ноис детекторы телефонов даже для android apple какие-то есть уже наушники современной динамики телефон достаточно чувствительные поэтому там есть эти шкалы этого шума на тему есть отдельная есть отдельный прибор очень много приезжают когда шумят после 10 но здесь не только про именно шум до которые вот на уровне там децибелов у меня уносит мост здесь имеется ввиду диктатура шума в кавычках это количество импульсов которые меня бордируют и для того чтобы от этого от этих сторон нужно снять нагрузку даже поэтому телефон отложить в сторону и смотреть телевизор почитать книгу сконцентрировав сконцентрировав свое внимание на каком-то одном действия где полностью увлечен в одном играю с детьми значит играю с детьми читая книгу читая книгу не кушать смотреть телевизор говорить по телефону и одновременно кого-то еще слушай на это вот такой вот разрыв внимание где должен еще слушать что мне говорят понимать кто как-то какая драма разворачивается передо мной отдельно смотреть что делает ребенок и еще в одним глазом смотреть да кстати хороший пост да и по поводу шума тоже могу сказать что есть естественные шумы у них одно воздействие есть шумы скажем неестественные это скажем город шум постоянно двигающихся автомобилей вы хотели бы просто-напросто хотели бы чтобы вас под окна и постоянно гудели грузовики или шумел лес допустим или шумело море или пели птицы то есть шум листвы или шум ветра скажем этот фон как бы он природный то есть он человека человеку скажем восстановительный эффект что есть работа на уровне клеток определено что новодействие это отдельная тем здесь есть еще один важный момент что наш организм адаптируется поэтому очень часто бывает что люди которые живут в массе интенсивности города богатая жизнь звуки они приезжают на природу и становится очень неудобно тяжелого становится бывает даже тяжел выдерживаете потому что попадаю в тишину и естественные звуки насекомые звук птицы там шум ветра как качаются деревья она вызывает у людей даже раздражение какое-то время потом это спадает и человек чувствует такое что хорошо так за давление разница давления от этих шум убрался давление изнутри начала выбрасывать все что накопили через какое-то время когда эти две составляющие выравниваются выравниваются тогда приходит ощущение стабильности там это тоже стоит учитывать и для себя и понимать еще один вопрос почему одних людей эмоциональной реакции на какие-то раздражитель не видно не слышно другие прям колбасе на был такой фильм называется анджер менеджмент некоторые выглядят как такая достаточно простая американская комедия но на самом деле не простой фильм и там был такой момент что когда главный герой приходит терапевту вот этому говорит но как знаешь злые люди делятся на две категории одни терпят а вторые орут но я же не орун говорит ну понимаешь те кто терпят они потом берут автомат и стреляют поэтому ты сам опасный поэтому те терапия нужна и здесь такое что какая у нас симпатическая или парасимпатическая нервная система активизируется чаще парасимпатическая это на про потерпеть на перетерпеть собраться но если уж взорвало то там взрывается полностью а симпатическая так как раз как раз реакция наружу среагировать сразу вперед не терпит не терпи действовать поэтому кто-то леднеет кто-то замирает а кто-то наоборот у него внутренний огонь раздувается он готов что-то делать не очень эмоциональные люди сказать есть генетическая предиспозиция это один момент второе это про способность проявлять эмоции на есть вот я помню у меня с римбо учительница по под физиологии который и прептовал физиологии вот когда с ней общаешься вот у него такой покерфейс лицо который ничего не выражает и вызывает тревожность к это не может читать смотришь на человека вот я помню у нас вся группа она держала в таком напряжении я правильно отвечала что-то правильно что-то нет продолжаете это вызывает еще больше такую нагрузку можно ли это как-то регулировать да можно исходя из компенсаторов людей для кого-то нужно не терпеть а наоборот научиться проявлять и оставить свои внешние границы для кого-то наоборот попить водички досчитать от 1 до 10 такие простых детские способы более сложное тоже выдерживать напряжение или так называемая эффективная толерантность способность выдерживать национальное напряжение средней интенсивности на один период времени это тоже тренируется это считается социально-коммуникативным навык моего взаимодействия с окружающей средой на тоже такой вообще вопрос очень емкий управление вот реакциями эмоциональными опять же все зависит от проводимости нервной системы ваш есть такая фраза чтобы встретиться серьезными проблемами нужны железные лицом к лицу нужно железные нервы железные нервы вмещает железное тело то есть это без физиологии получается никуда поэтому управление такое в управлении довольно сложный вопрос а вот у проводимости выдерживать способном способности выдерживать эту психоэмоциональную нагрузку об этом можно разговаривать тоже за определенных факторов управлять на таком уровне это такой не всегда получится если нагрузка превышает то даже имея навык вы просто не сможете этим управлять даже имея навык все зависит от объема этой нагрузки если вас снова встречат каждый день то просто времени когда вы поменяете это место где вы сломаете сейчас видите ли секрами да сейчас видно весь экран вы потеряли один вопрос его зачитаю возможно ответ будет как раз во второй части вот уже как три месяца не прибегая никаким вредным привычкам вроде того к алкоголя нервная система начала работать по-другому долго не могу успокоиться чувствую себя оголенным нервом здесь нет вопрос хорошо поставлены вопрос это из разряда что происходит что делать есть периоды восстановления потому что у нас есть опять же физическое тело восстанавливается по одним законом один период времени эмоции они стабилизируются иногда дольше иногда 6-7 месяцев приходит если я почувствую себя как оголенный нерв это означает что та защита которую мне давали мои стимуляторы причем проблема что легче выпить таблетку выпить алкоголь или там пойти покурить получить эффект сразу да чем допустим тренировать его через физические нагрузки элементы дыхания и самоуспокоение саморелаксации потому что это требует дыхание чтобы пользоваться дыханием его сначала нужно запустить и дышать изучая самостоятельные техники дыхания чек часто вносит туда много лишнего напряжения в итоге она не до конца получается и одна из моих рекомендаций то что часто даю пациентам это сходить на консультацию к саму физиотерапевту и подышать вместе с ним или специалистам по фитнесу или специалистам по йоге все эти специалисты они имеют навык в этом образе и в рамках диафрагмального дыхания могут показать вам где она у вас работает а где нет но очень часто вопрос я дышу вопрос дышу ли я потому что очень часто вы покажите можете ли вы сделать глубокий вдох и чек берет сворачивается нога крест на крест вот так вот хотя на самом деле физиологически тело вот в этом закрученном состоянии полный вдох полноценно сделать не может и из-за спазм мускулатуры которые есть грудной она очень часто стоит такой каркас который тяжело усилием раздвинуть я делаю сильного недостаточно для того чтобы сделать дыхание поэтому очень часто на занятиях делаются сначала разминка грудного сектора вверх назад не стороны потянуться в одну сторону струк боковую мозг который только потом делается дыхание она запускается практически самостоятельно если скажем брать напряженность на теле дыхание но разольется по всему объемы самое просто опять запустить дыхание есть дальше это опять же умеренная физическая нагрузка если человек скажем нет нагрузки у него в определенном дни до дыхания работать если дать эту нагрузку небольшой наполнится и верхняя часть легких и нижняя диафрагма будет работать а снова потихоньку потихоньку запустится вот про что о чем мы говорим во фразе что для начала и нужно запустить необходимо выровнять этот две вот эти фазы которые это напряжение человеческого тела и расслабление если напряжение слишком много тогда нету объема вот этого движения вдоха выдоха и когда я слишком расслабление как бы мало тоже необходимо что вот эти две фазы расширения сжатия чтобы они как бы начали чтобы они уравновешены были когда можем говорить тогда дыхание в принципе выровняется само туда даже лезть не нужно да будет потому что есть какая-то цель когда люди говорят я хочу научиться дышать там какая цель этого дыхания зачем делать дыхательные практики для чего для успокоения то есть какая задача вот это дыхательной гимнастики стоит это вот очень это же основной можно потому что именно задача принесет результат восстановить какие-то функции отдать нагрузку все остановится это как нога на нажимаю нажимать в автомобиле на газ тогда топлива будет потребляться больше и соответственно и воздуха через фильтра воздушный будет поступать больше чтобы процесс горения происходил здесь практически та же самая структура к более высокого порядка да ну мы здесь берем больше про расслабление и стресс антистрессовое дыхание поэтому посмотрим с этой точки задачу как задачу есть очень важно амплитуда полный вдох полный выдох который мы делаем без напряжения что не всегда прямо так легко сразу сделать очень важно место нужно дышать в радость поэтому когда дышим можно улыбнуться очень важно запустить диафрагмальное дыхание когда двигается именно диафрагма очень важный момент что любую эмоцию всегда можно выдохнуть в кавычку делать что через дыхание можем себя стабилизировать и очень важно что через дыхание очень тяжело себе навредить возможно но желательно делать без вреда для самого себя один из людей кто изучал дыхание писал из таких моментальных трудов это каша накамура вот и у него есть определенный пастуар все что нужно это настойчивость вам нужно просто осознанно дышать каждый день то что показал опыт вьетнамской войны что глубинное дыхание связано с эндорфинами способствует комфортабельному психическому и физическому состоянию этот опыт на самом деле используется для того чтобы у людей которые были ранены через эндорфины перетупить боль нужно было дышать определенным образом то же самое делают и родов когда учат специальному дыхание во время родов правда некоторые говорят что это не помогает и анестезию никто не отменял но прокомментировать не можем да как здесь не можем по физиологическим у нас есть свои циклы дыхания и что еще важность мы говорим про чувства неприятные приятные чувства когда мы испытываем неприятные чувства у нас выдох всегда меньше чем выдох когда он испытывал приятные чувства когда нам хорошо мы дышим автоматически глубже вот когда вот испытывал нам хорошо частота дыхания падает и вдох становится больше чем выдох хорошо я не на эмоциональную сферу когда мы чувствуем себя спокойно уверенно ритм дыхания равномерный медленный легкий спокойно дышим когда мы испытываем огорчение ритм дыхания срывается убыстряется при страхе иногда даже не дышим мы забываем дышать поэтому очень важно создано включать дыхание и запускать дыхание заново особенно когда чувствуем себя нестабильно горе вдох идет силой выдох слабый медленно потому что мы на нем не акцентируем внимание хроническая грусть ну и вы хронических станет там своей физиологиям но можно характеризовать слабым выдохом и гнев при гневе выдох сильнее чем вдох идет в таком ключе и чем важно для нас диафрагмальное дыхание то что изучала такаши накамуру все время то что если мы дышим амплитуду диафрагма примерно 1 сантиметр при дыхании на то доминирует негативные эмоции если 3 плюс то доминирует позитивный для выброса эндорфинов нужен ритм 58 сантиметров чтобы ваша диафрагма двигалась в такой амплитуде нужно очень хорошо дышать если вы не занимались плаванием или в хоре не занимались пением как правило у людей на на так уровне не работают поэтому нужно целенаправленно заниматься чтобы ее раскачивать вопрос очень важно как используется ли для дыхания брюшная мускулатура используется используется можно и нужно при гипервентиляции когда мы начинаем резкого дышать тоже опять же для каких целей для каждых целей есть свои виды дыхания но когда мы начинаем очень часто дышать попытки как бы вернуть для себя кислород на самом деле происходит не самые приятные последствия идет ухудшение настроения раздражение диафрагмальная увлеченность падает она начинает замедляться и вплоть до уменьшения когнитивных способностей мы начинаем хуже думать видео столько моментов вот именно по особенностям дыхания если делать ее акцент на без без адекватного специалиста кто действительно занимается хорошо сказать соображает в этих вопросах то очень много видите таких шлейфов ухудшение настроение раздражение поэтому мы идем в основном через тело к дыханию то есть мы убираем напряженности в теле дыхание выравнивается самому чтобы не вносить туда лишнего напряжения которым тарас говорил начальному так потому что можно видеть какие здесь последствия может быть под наблюдением специалисты скажем так я вот для начала хотя подытожил бы это таким моментом что необходим специалисты вот исследование которые проводили японцы на что в возрасте 60 плюс дыхательная система работает хуже чем у ребенка в 9 лет на что с 18-20 лет наша способность пользоваться дыхательной системой она уменьшается с каждым годом если мы не практикуем ее отдельно за счет практики мы увеличиваем свой кпд него что дыхательные упражнения для пациентов 50 плюс иногда важнее диеты и физических упражнений вместе взятых потому что через дыхание мы можем реально воздействовать на огромное количество частей нашей тела органов систем органов и биохимических процессов ну тоже часть постулатов но если вы хотите контролировать свою жизнь научиться контролировать свое тело научиться контролировать свое тело нужно научиться контролировать свой отдыхание с помощью дыхания можем влиять на ежедневную кixonу восприятие стресс вот вам прилетает а вы можете это через выдох на выдох на выдыхай нужно не забывать что после выдоха должен быть вдох обратно не замирать в этом станет это единственная часть вегетатики на которой мы можем влиять осознанно мы не можем влиять на сердцебиение мы можем лет на пищеварение потоотделение прочее обмен клеток а на дыхание можем как дышишь так живешь ты так живешь как ты дышишь это все из позиции как будто что ты ешь почему дыхание может быть неэффективно и я уже упоминал историю что нужно дышать я дышу 72 года мне не помогло на разные причины почему начинают дышать но вот они вроде все делают по методичке но что-то не получается 1 это дикий стресс огромное количество стресса диафрагма твердеет и в итоге как бы я стараюсь дышать меня не получается или каркас мужчина очень большой перекачиваем мускулатура пресса не могут расслабиться мешает дыхание часть спортсменов кто перекачивает пресс они даже вот осанка на меняется загибается внутрь и за счет этого как бы тоже если нет отдельного навыка дышать то это тоже влияет втягивание живота постоянно втягивание делаю части мускулатуры диафрагмы деревянными что тоже мешает полноценно дышать что еще осложнение при неэффективном неправильном дыхании компенсация плечами начинаем дышать при помощи плечей трапеция мышей проблемы с брюшным прессом может появляться головокружение начал дышать все основными для меня сегодня хватит пьяный морской воздух или лесной сбил меня с ног я пошел обратно на своем были даже случаи когда работа на скорой помощи что когда из некоторых юных китая прилетали некоторые уже выходя с трапа самолета теряли сознание чистого воздуха и вот их откачивали повышенным co2 пока адаптируется неприятное кожа на кожа на ощущение что раздражать все это чувство тяжести на внезап начинается нисварение можно даже полюцию стучаться у мужчин это все как бы осложняет приводит к тому что не хочется этим заниматься классика жанра первое упражнение для снятия тревожности кубоке вдох выдох вдох через нос выдох через рот как будто мы дуем на ложечку с горячим супом и как мы помним мы подключаем брюшную мускулатуру за счет этого у нас происходит массаж внутренних органов и диафрагма к которому сердце помогает снимать нагрузку какие еще используются методы вдыхаем как дыхаем листовым цветочек нюхаем и выдыхаем как будто дуем на листочек чтобы он улетел максимально или вот квадратное дыхание когда 4 секунды вдох 4 задержка 4 выдох 4 задержка 4 вдох 4 задержка и так далее для непрофессионалов и сходу это может быть даже очень сложным упражнением задохнуться можем там 1 до 1 2 можно уже почувствовать что не хватает воздуха потому что непривычно непривычно все довести до 8 можно постепенно как бы делать вот поэтому первое что делается для того чтобы что-то делать это выравнивание фазы вдоха и фазы выдоха все может начинаться с простого 1 2 на 3 2 3 3 секунды вдох 2 задержка 3 выдох задержка на делать акцент 1 2 3 на потом постепенно это можно наращивать 4 2 4 5 2 5 10 2 10 плюс на то есть все будет идет определенный рост если вы дошли до линейки 10 2 10 то вы находитесь уже в станет такого креативности рассабленности неподверженности страсть если меньше десяти то ваше тело зажат там много различных программ сейчас для телефонов он сделан по дыханию можно посмотреть там google play в app store а тренировок дыхания это надо дайверские различные там для этих и йоговские программы видел там много нужно подобрать под себя там ритмы задержки чтобы не смотреть там на секундомер там не засекать воспользоваться какими программами все для удобства как говорится да и очень важно здесь только момент могу сказать что в практике когда вы дышите вот больше чем две-три секунды нужно смотреть на цифербург потому что как показывает практика станет тревожности мы очень убыстряем время субъективное и по моим внутренним часам прошла минута а реально прошло секунд 20-30 внешний таймер должен осуществить всем который показывает особенно когда больно особенно когда неприятно я уже вдохнул 10 секунд прошел уже все а прошел 5 3 или я дышу уже 10 минут как наш глаза прошел 3 минут внешний таймер должен быть но это тоже вот инструкция по применению открыть пакет приложить пакет кубам выговорить в него все обиды страхи навязчивые мысли сомнения тревоги весь мусор накопившийся в голове плотно закрыть и выдохнуть работает кстати для снятия приступа паники работы даже такой простой прием как вот взять ручки ладошкой подошки на подышать в ладошке вдох через нос выдох через залов мы это тоже бы эта работа с фокусом внимание напрямую далее мы переходим к релаксационным упражнениям на данный момент у медицины evidence-based для научно обоснованной есть два инструмента одна из них это аутогенные тренировки аутогенные тренировки по шульцу имеют очень старую историю давным-давным давно были придуманы связано не именно в работе именно с изменением фокуса внимания и состоит из пяти основных шагов вариации есть различные апдейты усовершенствования но самая простая методика работает момент того что я делал фокусом они там что моя левая рука стала тяжелой правая рука левая нога правая нога голова тело потом еще и тепло которое разливается до кончик из центра груди до кончиков пальцев я это ощущаю субъективно до кончиков пальцев на ногах до затылка регуляция ритма сердечной деятельности мое сердце бьется ровно спокойно ритмич регуляция дыхания вдыхаю и выдыхаю ровно спокойно ритмично и вызывание ощущения прохлады на обо обязательно прохлада не холода чтобы не спровоцировать удар по нервной системе охлаждение потому что мы на это очень реагируем под определенную музыку часто делается это просто под под голос специалиста и таким образом я вот перезагружаю себя на самом деле что происходит здесь со счет тяжело тепло холодно я возвращаю внимание в свое тело регулярно акция погружения в себя она имеет тоже накопительный кумулятивный эффект и срабатывает на 14-21 день то есть вы можете сначала не почувствовать ничего стандартно аутогенная тренировка занимает 10-15 минут youtube миллионы записи можете посмотреть если вы практикуете каждый день вы начнете что-то ощущать ощущать где-то на вторую неделю и потом этот эффект 10-15 минут можно уменьшать через воспоминания то есть вам для вот чтобы сделать всем плиту до занимает 10 минут и в этом станет повисеть в некоторых ситуациях он достаточно будет просто сесть прикрыть глаза сделать 5-6 вдохов-выдохов открыть глаза и почувствовать определенное ощущение свежести на станет качестве и качестве не фокус внимания возвращается и мозг работает лучше эта привычка тела возвращать то состояние где вам было хорошо второй аспект который у нас есть это пример или прогрессивная мышечная релаксация по джейкобсона это те же яйца вид в профиле работают с другой стороны более осознанно где я через фокусировку внимания напрягаю различную группу мускулатуры на определенное время бицепсы трицепсы лопатки сложу напрягаю пресс колени кулаки и разжимая обратно что происходит за несколько повторений идет это занимает от пяти тоже до 15 минут почему это приводит потому что за счет того что у меня в теле отпечатывается определенное состояние стресса идет спазма мускулатуры которые приводят определенным застоем и мама подвижность и болям через какое-то время и осознанно напрягая расслабляет села несколько раз в день я скидываю то что я накопил и третий инструмент который у нас есть имеет прямое отношение психотерапии или вербализация эмоций очень важный момент потому что когда мы начинаем выражать то что с нами происходит мы влияем на других людей любое эмоциональное состояние внесет определенный код делитесь позитивным состоянием с другими людьми потому что все эмоции они заразная так сказать они прилипчивы на и очень часто пообщавшись с человеком мы можем зарядить его эмоционально или считав с него эмоциональную реакцию зарядиться его эмоциональная реакция воспринимаю как свое так работает механизм проективной идентификации то есть общаюсь с людьми которые испытывают эмоциональное страдание боль очень часто регулярно я начну сам регулярно испытывать это состояние потому что с ним пытаюсь синхронизируется с человеком и его прочувствовать его понять я синхронизирую через микро мускулатуру лица жесты мимику тембр голоса и при прямом вот столкновение с чеком находясь просто рядом с ним я начинаю чувствовать себя так же как он воспринимая это что я почему есть такое вот состояние помощи называется как эффект присутствия что вы грустите вам плохо приезжает друг он просто с вами сидит вы можете даже не общаться вам становится легче потому что сработает его синхронизация в более лучшем состоянии чем вы на данный момент и вы это делите вот на двоих распределяется нам становится легче есть целая система на тему вербализации эмоций связанность с именно с связаны именно с словесным запасом как мы можем описать наше состояние гнева как можем описать наше состояние страха стыда прощение презрение радости интереса очень часто людей все лишь несколько слов там хорошо плохо нормально но если мы разбираем этот концепт который упоминал прошу лекции про лекситими неспособность говорить про чувство то наличие определенного богатого словарного запаса что очень важно который вы можете регулярно использовать и вспоминать без напоминания обычно это у нас 45 слов а желательно 817 по исследованиям кристалу то тогда мы можем очень тонко тоже то что с нами происходит и что происходит вокруг и таким образом это не набирать от этого избавляемся а если мы не вербализируем мы просто вот отражаем как-то ну мне ничего то не очень хорошо почему но вот как-то плохо мне почему но плохо это плохо там это на самом деле закапываем все погубже так как токсичные отходы на грядке но они влияют а грядка почему-то не растет здесь мы видим сложную схему полик сетями это описано в девятом году гринбергом и его коллегами гринберг в 2004 году как бы основываться на этой схеме на разных этапах понимание может нас происходят различные дефекты есть уровень эмоциональное восприятие это уже когда была травма и повреждение коры головного мозга есть что не распознают эмоцию вообще как таково и что я чувствовал радость гнев интересно что он как-то так непонятно это все приводит к тому что я не могу осознанно понять свои действия люди людей с неосознанные движения как они реагируют когда им радостно когда им хорошо когда кто-то потирает руки да кто как-то становится специальную позу специфическую который он сам не замечает страны но он не может определить и дать им лейбелинг этого ойбу то есть дать им название чему это приводит к тому что и повышенном стрессе и при том что не могу выдерживать стресс у меня медленно воспринимаются эмоции не могу нормально через эмоции обучаться в итоге их не проявлять если я не могу осознанных распознавать и и у меня нет вот этого обратной связи при себя и с людям ставить зеркало них поведение начинает меняться если меня нет социального навыка распознавания и эмоции как такового который часто идет через вербализацию у нас психотерапия вербальная техника она основана на том что я мог как-то описать то что я делаю то что я чувствую что у меня вообще происходит а те кто не могут им тяжело на психотерапии особенно поначалу это все тоже приводит к тому что я не проявляю или меня наказывали за проявление эмоции и таким образом это привело к тому что я стал их себе в гасить так как у нас центров эмоциональных мозгу не так много мы гасим не только страх гнев и отвращение мы гасим радости интерес и все становится таким и дифферентно ровно серым вот эта схема она накладывается на самом деле на структуру работы мозга и можно увидеть что через какое-то время меняется декодировка сигналов потому что по последним данным мира физиологии данным на 2019 год центр отвечающий за ощущение боли дискомфорта и неудовлетворенности те же самые что отвечают за удовлетворение и радость вопрос что как они декодируют сигнал который до них доходит здесь мы переходим шпаргалки ты начинающих как говорится хотите чего-то начать начните с чего начинать процесс обращения внимания на себя и себе первое задать себе вопрос когда в последний раз или воду нам очень часто именно дегидратация приводит к тому что мы становимся более раздражительными когда в последний раз ели потому что очень часто из-за того что мы не ели это тоже приводит к тому что растет раздражение можно видеть по детям когда вы последний раз двигались не просто от ванны до компьютера и обратно а вот реально как бы там хорошо подвигались возможно тобой несколько дней назад когда вы делали что-то последний раз что дающие еще незавершенность потому что нам очень важно ставить маленькие задачи их выполнять до конца вот захотел пойти нарезать себе бутерброд пошел и сделал подтверждение дееспособности если у меня висит много проектов написать диссертацию написать 55 статей сходить спортзал накачать идеальный пресс там это далее я вот хожу хожу делу процент как вот эту программу нарастет до сих пор не завершенности нет я теряю в этом заинтересованность это кстати тоже один заметно что там результаты нет результата моя мотивация чем-то заниматься падает когда в последний раз я хвалили но по-настоящему себя хвалить это плохо у нас есть убеждение себя хвалить это по никто не похвалит вот на себя нужно хвалить потому что это пока пока подтверждает то что я хороший и я я дееспособны когда в последний раз спали и сколько то тоже имеет значение потому что не запу может оказаться что вы давно не спали качественно и это тоже имеет свои последствия когда вы последний раз говорили кому-то что-то приятное из близких потому что так классика жанра когда бог она такая картинка да ты последний раз говорю что меня любишь когда она была 18 лет на свадьбу сейчас уже 80 ничего не поменялось изменится что-то первым тебе об этом скажу ну как это не будут тоже не так жадно хвалить и говорить другим людям что что-то хорошее обнимались ли вы последние два дня вообще и сколько уже раз на потому что уже такой мемку и что нам для хорошего самочувства нужно 7 10 внимание в день это действительно факт что при обнимании другим человеком опять же синхронизируемся с другими это повышает нашу иммунную систему в условиях пандемии условиях пандемии можно поставить картинку когда вот такой синтетический щит ручки вот можно вот ручки туда туда внять и вот так обнять второго человека изматывали ли вы себя в последнее время это тоже момент потому что то как мы живем определенный период времени нашим организмом считывается как норма если я не спал нормально не ел нормально не двигался был в таком оснащенном состоянии что-то дел внезапно сделку это нагрузку сильно перенервничал и в этом стане живу уже определенное время может пришла пора поесть поспать пойти перекусить попить водички отдохнуть любое действие любое действие человека практика что практикуете каждый день практикуете вы изматывание значит результат через какое-то время вы его получите изматывание если вы практикуете какой-то позитивный аспект через какое-то время вы его получите все имеет накопительный эффект который проявляется не сразу вопрос здесь вопрос всего придется в самонаблюдении когда вы пили воду когда вы последний раз ели вообще смотрите отходите от окна или нет вот и и что вы практикуете каждый день практикуете вы позитивные эмоции позитивный слог стимулируете внутренние свои отношения в семье какими-то позитивными вещами говорите ли хорошие слова там говорите ли стимулируете создаете ли вы среду на работе у себя позитивно мне нравится работа посмотреть что вы там делаете по сути что там происходит и как показывает практика что даже один человек может влиять на окружение то надо практиковать позитивные вещи когда получите позитивный результат если это не делать то этого и не будет ну есть тоже только важными что главное начать и не завтра и все такое что у нас должен быть план есть вот он развития дизайна есть тест-драйв есть вот собственно как это проявляется регулярно чтобы не было вот так на потому что обычно мы планируем все реально закладываем какие-то вещи не очень развитие как-то так себе тест-драйв происходит скомканно на выходе получается вообще как-то никак или чуть-чуть классика жанра о том что проблемы изменения образа жизни в том что он не заложен ежедневную активность при том образе жизни который есть сейчас есть документ что мы начинаем ждать момент когда это будет удобно это вставить он никогда не наступит это стоит понимать если вы его не заложили сейчас сегодня то он у вас никогда не произойдет у вас на него не будет времени потому что она не заложено потому что это время будет завиваться другими очень важными вещами которые нужно делать потому что их нужно было делать вчера и позавчера и так далее эти вещи нужно закладывать постепенно или вот такой резет баланс баланс это процесс поначалу это процесс которым нужно следить это как люди учатся ездить на велосипеде они стараются сначала удерживать равновесие потом это становится навыком вот и здесь то же самое то есть баланс сначала его нужно за ним следить потом это становится навыком чтобы повысить качество жизни не надо следить за них так осознанно уделять в этом столько сил и вниманием надо просто-напросто стартануть научиться ездить на этом велосипеде потом потом это будет просто навыком это не то что значит это какая обреченность такая значит вы должны все время себя в чем-то ограничивать все время отслеживать то есть на это на этом механизме не должно быть тяжести иначе это будет очередная день только другого другого цвета была красная стала химия вы с радостью не откажетесь как только придет возможность будет повода здесь собственно говоря мы приходим к тому что можно заниматься и выделить на это время ну-ка рекламная пауза есть возможность онлайн-тренировок по системе про тел на заботе себе и своем цели это единственное место где вы по-настоящему живете как моё тело это моя мастерская где могу что-то делать и здесь мы приходим спасибо за ваше внимание и вопроса у нас есть два вопроса вот я предлагаю на них и ответить если поставлен диагноз синдром раздраженного кишечника констипации диспепсия гастрит гастроэнтерологом прописаны сессии с психотерапевтом продвинутый и указано на психосоматическое пруду заболевания сколько времени может потребовать излечения синдром поставлен 6 лет назад работа психотерапевтом уже два года здесь я могу рассказать историю про работу психотерапевтом прогноз уроков как-то я с моим коллегой психиатром читал семинар на тему расстройства сна и кошмара и после к нам подошел человек и говорит знаете меня мучают кошмары 6 лет каждый каждую ночь на это удивительно горе что случилось 6 лет назад 6 лет назад ну произошла трагедия умер человека вот с тех пор у меня каждую ночь кошмар да это заслуживает внимание вам нужно работать психотерапевтом знаете с психотерапевтом работу пять лет что-то мне по-прежнему пока снятся кошмар задумался это странно что говорит ваш психотерапевт на эту тему не знаю я с ним на эту тему не разговаривал поэтому здесь очень важный момент какая цель стоит психотерапии на что сделан акцент и это вопрос к вашему психотерапевту какие сроки он как специалистов вообще вашем случае ведь какая обратная связь как вообще обратная связь потому что выглядит вообще потому что если мы не знаем механизма развития который будет появилась постепенно это посещалось из-за работы это из-за созависимых отношений это из-за того что не решен конфликт с кем-то из родителей это тянется с детства этому диагнозу уже там н-лет мы не можем говорить какая среда 2 мин что вы делаете выходите только на психотерапию вы используете определенные препараты вы делаете физическую нагрузку вы делаете коррекцию образа жизни вы делаете революционные упражнения вы делаете что-то что активизирует симпатическую нервную систему больше чем парасимпатическую к серде вы живете нормально ли вы высыпаетесь какие у вас отношения дома вот не знаю всех этих факторов прогнозировать нельзя но это вот что обязательно можно сказать что в среднем работа занимает примерно два года чтобы точно можно было сказать что есть какой-то эффект за два года вас должен быть какой-то результат чего-то должно становиться меньше обязательно или больше или больше или здесь нужно тоже задать вопрос самому специалисту или то что мы делаем у нас туда не видео ведет куда-то в другую сторону бывает и так давайте посмотрим дальше многое перекликается с любовью к себе а если с этим проблемы то и работу получение станет далеко не сдвинется выходит что вначале нужно принять и полюбить себя или можно задействовать телу и уже через него прийти к любви хорошего здесь здесь работает эта тема во все стороны можно развить это ощущение любви даже отношение к своим близким через свои через отношение к своим близким то есть где-то она должна проявляться как качество если вы не можете и это качество применить к себе попробуйте сначала применить это может быть близким людям нету никого из близких или ну попробуйте к животным но где-то не может быть чтоб человек без этого жил это невозможно где-то это качество должно проявиться попробуйте пускай этот цветок прорастет про любовь к себе здесь вообще на самом деле будет висеть вопрос что это такое разрешение вообще что это что для начала что это такое разрешение себя как что это такое один определение позволю нас что имеют вопросом на что имеют право как один как один из вариантов имея право время кушать спать на свободное время на отдых вообще имели оправа или могут меня любить просто так или любят только за что-то объемная тема такая можно довольно таки объемно затрагивать потому что до конца нельзя что такое любовь непонятно то есть она складывается из внутреннего качества или западе проявляется каким паттернами она появляется через какие паттерны проявляется это качество то есть таково еще один момент вот отвечая на вопрос можно ли сначала задействовать тело и потом прийти через любви к себе иногда можно есть часть случаев когда мы на самом деле не позволяем себя любить именно за счет того что мне нравится наше тело если мы себя чувствуем начинаем чувствовать себя хорошо начинаем практиковать определенные вещи мы можем себя принять больше через тело это на проще всего потому что это осязаемые вещи и через тело проще все проявить отношения с в этом можете погладить собаку погладить ребенка то есть это один из таких проявлений от этого качества до чистила на она проще всего на потому что это уже где это уже напрямую действие можете говорить что у кого-то любите на самом деле ничего для этого она никак не проявляется вербальным кодом я люблю это лишь кода не действие все сложности это рост более то рост просто работаете над собой сделаем себя лучше затем станет мир лучше ну через себя мы меняем мир кстати рост действительно связан с боли и здесь не всегда правда но по большей части не всегда можно ли это путь пройти полностью без проблем я бы сказал нет потому что есть такое еще понятие как понятие ситуативного кризиса и кризиса развития что наш рост внутри себя вообще психологически связан с нашим внутренним преодолением успешным преодолением постоянных кризисов по протяжении всей жизни новый коллектив пошел в садик ради этого усилия может быть это можно назвать скажем таким напрямую более это может быть более если я один мне не показывает как это решать я вот начинаю тыкаться начинаю нервничать потому что для кого-то вот не выйти уже определенного потом знает как это делать ему уже показано может его скопировать ему становится легче то есть легче проходят эти этапы кто-то их для себя постоянно открывать самостоятельно и это болезненный процесс потому что еще нужно многие грабли наступить насчет такое развитие тоже еще вопрос очень интересные что подразумевать спаслом развитие на revolve и деградируем и чтобы понять сказать деградацию на войну такое развитие то есть куда куда развиваем что развиваем как что развиваемся какие качества это качественное развитие это интеллектуальные какие-то вещи каком развитие вообще идет любой тоже интересный вопрос и в современных он влияли каком развитии идут речь все стремятся к лучшему что под этим подозревается никто до конца не знает что такое к лучшему это ощущение чувствую себя каждый день хорошо спокойно безопасно что это такое к лучшему или вопрос развития тоже весьма и весьма обсуждаем в этом плане это же границы если на все время каждый день хорошо через какое-то время перестану воспринимать это как хорошо да то есть это станет фоном да и потребуется еще лучше чего-то еще хорошо а что признаком психического здоровья является способность ощущать все признаки эмоционального аспекта там как мы помним два позитивных эффекта 7 негатив скандинавские страны привести в пример хорошо эксперимент проводился на мыши были на это один раз вселенная да это мыши которым создали идеальные условия них начались отклонения там скандинавским странам процент суицидов где все хорошо пациент суицидов весьма и весьма высок по сравнению с другими вот я предлагаю у нас вопросы закончились предлагаю выразить благодарность нашим экспертам сегодняшним а также нашим участникам которые очень активны несмотря на позднее в беларуси время вот очень хорошие вопросы задавали всем спасибо огромное я думаю что мы можем сказать что на самом деле у нас завтра выйдет подкаст первого нашего вебинара можно будет еще раз переслушать во время прогулки например да также у нас будет продакшн второго вебинара раз можем ли мы сейчас нашим участникам которые добыли вы 25 человек сейчас до этого момента да александр когда следующие встречи 8 декабря в это же время планируется на и мы там поговорим уже так более конкретно про причины последствия и что делать с эмоциональными травмами посттравматическим синдромом и что у нас вообще есть нашим арсенале для того чтобы работать с последствиями я думаю что отдельно я сделал кусочек про психологическую первую помощь для себе и окружающих так что следите за анонсами там где вы нашли анонс на этот вебинар вот поэтому подписывайтесь на новости от клуба в соцсетях вот поэтому мы благодарим вас всех спасибо тарас спасибо сергей за сегодняшнюю лекцию благодаря ты наши участники вот так что мы со всеми прощаемся и хорошего вечера всего доброго до свидания